Здравия желаю! Я вот тут писал, что при, значит, при увеличении скорости движения, например, колеса любого тела, вес тела становится легче и легче. И чем больше скорость, тем легче вес тела. То есть при максимальной скорости тело почти не имеет веса. Но многие это не поверили. Для этого я вам сейчас покажу эксперимент, чтобы вы поверили. То есть это не просто так взял, придумал. А вот сейчас увидите. Итак, вот вольтметр. Видите? Вольтметр. Включаем. Вот, значит, мотор-колесо. Это магнитный моторчик на 110 Вт. Я его буду применять для весняка. Сегодня я пока его сделал, завтра буду применять, показывать. А сегодня вот насчет, что теряется вес. Это важно доказать это все. А то говорят, что, мол, там, что-то сочиняешь там. А я ничего не сочиняю. А провожу эксперименты. И вот сейчас давайте посмотрим. Вот видите? Видите, ноль. Дальше. Включаем. Пошло, видите? Так. Стоп. А, секунду. Выключим пока. Так. Тут заминка. Техническая заминка. Поехали дальше. Так, видите, ноль. На циферблате ноль. Вот это колесо мы включаем через вот эту штуку. Вот. То есть колесо на 100 Вт. Вот. Для интересу. А штука вот эта. Не видно, но я не буду брать. Она, значит, вот. 6,6 Вольт. 350 микроампер. То есть на 2 Вт. На 2 Вт всего. То есть выдает 2,5 Вт. А колесо на 100 Вт. И оно его крутит. Правда, не на полную. Оно его крутит на 1,6 Вт. То есть, если, допустим, 2 Вт. Помножить на 6. Это будет 12 Вт. Правильно? А тут 110. 110. Вот. 110. Поделим, значит, на 6. Поделим на 6. 18 раз больше. Видите как? То есть, тут выдает 2 Вт. А должно 150. И она крутится на мощность гораздо большую. То есть, не на 2 Вт, а на 1 треть своей мощности. То есть, на 30 Вт крутится. Вот, что выходит. Ну, ладно. Об этом-то не будем. Но это тоже к этому относится. То есть, я утверждаю вам. И уже утверждал. А сейчас покажу на опыте, что при увеличении скорости скорости колеса или другого тела оно теряет свой вес. И вот будем, значит, доказывать это всё. Вот, смотрите. Значит, вот. Видно, да, по нулям. Поехали. Видите? 0,60 В. Тяжело крутит. 0,62 В, 0,70 В. Видите? Чем быстрее, тем падает. Повышается напряжение. Значит, этой штуке легче его крутить. Она-то всё равно 2 Вт даёт. Ей легче крутить, повышается напряжение. Колесо теряет вес. Видите? А начиналось с 0,60 В, сейчас уже 1 В. Продолжаем. 1,06 В. 1,10 В. 11 В. Пусть ещё. Ведь тем быстрее крутится. Вот он даёт скорость в 6 раз меньше, так как всего 2, это, 1 В, значит, не в 6 раз, в 10 раз меньше даёт скорость, чем положено. 12 положено. А вот, видите, уже 1,2. А было 60. То есть уже в 2 раза потерял вес. Дальше. Дойдём, как перестанет это уже, набираться напряжение, так опыт будет завершён. Продолжаем верчение. Видите? Колесо раскручивается, теряется у него вес, и его легче крутить, потому что нет соприкосновения почти с воздухом. То есть сопротивления воздуха почти нету. Ну тут скорость небольшая. А если скорость огромная, то просто центрифуга, она теряет вес вообще почти. Там 1,01 его веса идёт. Здесь, допустим, теряет, как мы видим, вот, 1,29, 1,30. Вот сейчас ещё раз, вот здесь вот сейчас допишем. Максимальная будет, вот, 28, 27. Всё. Максимальная, значит, 1,28 В. Запишем. Так, сейчас. Сейчас запишем, откроем этот блокнот. Так. Считай, пока крутится. Вот, 1,27. Значит, блокнот. Значит, максимальная. 1,27,28. Ну, запишем. 1,27 В. Так. А начинали мы со скольки? Выключим. Видите? Видите, ещё крутится. Это что такое? Если после того, как ты выключил, оно продолжает крутиться, это КПД у него больше единицы. За счёт потери веса. Вот за счёт чего КПД растёт. Видите, ещё ток оно выдаёт. На циферблате, видите. Вот сейчас 0. Остановилось 0. То есть, ещё какое время выдаёт ток небольшой. Вот давайте, значит, мы... Конечная у нас 1,27. А вот начальная. Видите? 1,50... 1,58 было. Вернее, 0,58. Ну-ка, ещё раз. Чтобы уже точно. Вот стартует она, смотрите. Раз. 0,54. 4. 0,54 это точно было. Все видели. А здесь 1,27. И что у нас выходит? 1,27. Разделим. 0,54. 2,35 раза. Теряет вес. Вот этот моторчик. На небольшой скорости. В 10 раз меньше, чем ему положено. Ему положено 12 вольт. На него. Тогда у него будут 3000 оборотов. А у него 1,2. То есть, у него 300 оборотов всего. В секунду. В минуту. Он теряет, значит, вес. Даже на 300 оборотах он теряет вес. 2,35 раза. 2,35 раза. То же самое будет, если он на максимальной. Там еще больше будет. Не в 2,35, а в 10 раз. То есть, чем больше скорость, тем меньше вес. Почему? Потому что потребление снижается. Потребление тока снижается. Напряжение увеличивается. Это значит, это мы вот. Вы примите ли? Вот он. Вот. Видите? Маленький. На 2 ватта. Всего. И он тянет с мотора. Сначала ему тяжело. А потом ему легко. То есть, потому что вес тела потерялся. 2,3 раза. При скорости 300 оборотов. Значит, при скорости 12 тысяч оборотов. 3 тысячи оборотов. Оно в 20 раз потеряет вес. Минимум. Даже его же... Ну, может, потом проведу. Но сейчас и так видно. Эксперимент показывает, что вес теряется. Давайте это еще последний раз проведем. Чтобы он еще не верит. Еще раз. Включаем. Смотрите на показания прибора. 58. Видите? И вот докручиваем. Ему тяжело. То есть, току берется много. Тяжело. А чем выше напряжение, тем меньше тока берется. Иначе бы напряжение не повышалось. Понимаете? Почему легче крутить? Вот уже было 0,56. Видите? Уже 0,98. И вот второй раз прокручиваем. Вот до 300 оборотов, по-моему, докрутит. Вот оно крутится. Ну, маленько там имеет еще это самое. Покачивание. Ну, это, как бы сказать, сделано для опытов. Не то, что там капитально. Чтобы доказать-то все. Вот 14. 15. 16. 17. Видите? Напряжение растет. Ему становится легче и легче. 18. 19. 20. 21. 22. И ещё обратный ток идёт с него. Об этом не забывайте. С этой системы. Так, это магнитный. Мало того, что вес теряется, так ещё ток назад идёт. Вот это ничего не учитывается. Лапшу на уши вешают нам, академики. Но мы сейчас не разбираем проток. Проток я разбирал уже и ещё буду. Сейчас именно про вес, чтобы доказать, что теряется вес. Вот 23. Давайте раз, вот 22. Ну, в общем, в два раза минимум. Чуть меньше. Ну, вот он. В начале он 56. То есть 2,2 раза. В общем, вот такой опыт. Делайте выводы. Спасибо.